Находимся на Гуаме, возле муниципального учреждения Гуама. Мы видим, как оно выглядит. Везде я заметил, на государственных учреждениях присутствует два флага. Флаг Гуама и флаг Соединенных Штатов. Вообще, наблюдал интересные ощущения. Даже при виде, допустим, полицейских или каких-то сотрудников правопорядка иных, не возникает такого чувства, как в России, когда ты виноват. То есть видишь полицейского и сразу какое-то чувство начинает играть, что что-то не так. А здесь, например, я чувствую защищенность. То есть идет полицейский, он кивает мне головой, улыбается. Я чувствую, что здесь закон, закон на моей стороне. И, наверное, у большинства жителей, как и Гуама, так и Соединенных Штатов Америки, я думаю, имеется такое же чувство. Жители Гуама очень гордятся, что они американцы. Ну, в принципе, как и все американцы. Едем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы находимся на тренировочной площадке Гуама. Здесь различные команды проводят свои тренировки. Мы можем наблюдать, как команда юниоров тренируется к игре. У них финал в Южной Корее этим летом. Вот они проходят тренировки. Также ребята сказали, что здесь часто тренируются русские. Приходят русские поиграть в бейсбол. Национальную, американскую игру. Вот мы можем наблюдать здесь спортзал. Ребята занимаются, тренируются. Прямо на побережье. Вот такие открытые спортзалы под навесом. В общем, здорово. Спорт здесь развит достаточно. Да, это круто. То есть здесь полностью культура соответствует культуре, которая есть на материке Соединенных Штатов. Вот здесь такие же законы, такие же какие-то национальные особенности. Есть, конечно, оттенок местного колорита, местных жителей. Это племена Чмору. Но в большей степени здесь, конечно же, присутствует именно дух Америки. Субтитры сделал DimaTorzok